Некоторые работы прямо любимые стали, которые с радостью опять с ними встречаюсь, любуюсь. Очень интересная керамика, действительно необычная, тонкая. Расписная керамика, красочные пейзажи и натюрморты, сцены городской и сельской жизни. Персональная выставка «Мой изограф Анатолий Артемов. Живопись керамика» открылась в музее-заповеднике Александра Сергеевича Пушкина. Здесь представлены лучшие работы галитинского художника. В своем творчестве Артемов часто экспериментирует и постоянно воплощает новые идеи. У Анатолия Николаевича есть серия работ, в которых он запечатлел рисунки своей шестилетней дочки Кати. Художник считает, что детские рисунки самые искренние и недооцененные. Так художник-керамист хотел сохранить детские рисунки. И у него получилось. Теперь эти сказочные работы может увидеть каждый. Нам очень важно, что это художник Голицынский, именно наш, местный. Здесь узнаются пейзажи, наши родные, близкие. Здесь можно порассуждать, можно пофилософствовать. Керамика занимает особое место в жизни мастера. Он расписывает различные предметы и словно оживляет их. Ну, во-первых, она дает возможность современно мыслить как-то. В отличие от резьбы по дереву, например. Резьба по дереву, она сейчас где-то сосредоточена, где-то... Ну, иконостасы там делают, еще что-то профессиональное. А здесь можно себя высказать более, как говорится, широко. Среди посетителей выставки как профессиональные художники, так и простые ценители искусства. По словам гостей, увидев однажды работы Артемова, уже не могут их забыть. Помню, тоже были и херамические были работы, много было набросков, зарисовок. Ну, другая тема была просто выставки. Ну, запомнилась. Вот столько лет прошло, и, в принципе, сейчас у меня возможности меньше бывать на выставках. Вот такой редкий случай сегодня попал. Прямо праздник для души. Живописец пообщался со всеми посетителями и подробно рассказал о своем творческом пути. Все желающие получили автограф. Выставку приурочили ко дню памяти великого русского поэта Александра Пушкина. Посетить ее можно до 24 мая. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.